Это книга. Яна с пластыком. Як учебный допоможник для початковой школы, недрэнная, делится тыфлопедагог Гульнара Миронова. Але с интересом читать ей усёж таки не будешь. Дети усёж астей называют хиткий материал злым, холодным. Это и вызвало, у нас такую необходимость, подвигло нас на такую мысль, сделать книжку яркой, сделать её нескучной, сделать её интересной, привлекательной, чтобы детям захотелось взять её в руки и не перелистывать хотя бы просто, и читать, и хвастаться этой книжкой перед другими детьми, что эти дети тоже могут видеть картинки, ощутить их руками, понять рисунок и увидеть его в цвете. Творчую группу назвали «Яркий мир». Наставники початковых классов разом с идейным наткнителем Гульнарой Мироновой сами почали робить новые тактыльные книги, яркие и розноколяровые, с малюнками особливые текстуры. Это ручная работа, процесс трудоёмистый. Книжка, над якой зараз и депраться, будет давать понятие по меру. Великий-маленький, длинный-короткий и так далее. Я сейчас вырезаю жирафа, который вырезаем на кожу, что похожа, текстура немножечко похожа под кожу жирафа. И вот здесь у нас будет маленький жираф, и это да большой. Вырежем маленького жирафа, ну и приклеивается, тоже приклеим на лист. И ребята должны по исчезанию узнать, где больше, где меньше. Три книги с серой уже готовы. По этой, например, можно выучать лечбы, а по этой – проназовники. Вось яблык на древе, а тут – по древам. Детям со слабым зроком будет и зрозумело, и цикаво. Это первое в Беларуси серое подобного кшталту. Ноу-хау шкловского интерната отзначили у Министерства Эдукации. У интерната спадаются намагчимые тиражирования. Это идёт от практиков. Если наука нам пока не может, это, так скажем, дать и издательство, мы пытаемся сами, а потом подхватят, я думаю, издатели. И подобные книги, они имеют право к существованию. Я уверен, что они будут издаваться.